Мориц Роулингс, доктор медицинских наук, за порогом смерти, нисхождение в ад. Наконец мы обратимся к тем сообщениям, которые публике вообще малоизвестны. Есть люди, которые после того, как были возвращены из состояния клинической смерти, рассказали, что они находились в аду. Некоторые случаи описаны людьми, которые, очевидно, проникали за барьер или скалистые горы, отделяющие места распределения от тех мест, где мог вершиться суд. Те, кто не встретили барьера, возможно, оставляют место смерти для того, чтобы только пройти разного рода места распределения. Одно такое место было мрачным и темным, подобно дому с привидениями на карнавале. В большинстве случаев это место представляется подземельем или подземной дорогой. Томас Уэлч в своей брошюре «Удивительное чудо в Орегоне» описывает самое необыкновенное ощущение, охватившее его, когда он видел потрясающее по величине озеро из огня. Зрелище более ужасное, чем человек мог когда-либо представить себе эту последнюю сторону суда. Они обыкновенные смертные человеческие тела, но когда они возвратятся в нормальное состояние жизни, они будут сверхчеловеческими телами. Ибо как есть естественные человеческие тела, есть также и сверхъестественные духовные тела. Но то говорю вам, братья мои, что земные телеса, созданные из плоти и крови, не могут войти в Царство Божие. Эти тленные телеса наши по природе не назначены жить вечно. Но говорю вам эту необычную и чудесную тайну. Не все мы умрем, но всем нам будут даны новые телеса. Это произойдет моментально, мгновение ока, когда затрубят последняя труба. Когда это произойдет, то исполнятся эти послания. Смерть поглощена победою. О смерть, где теперь твоя победа, где твое жало? Ибо грех – сила, которую жалит смерть, будет изгнан совсем. И закон, который делает явными наши грехи, более не будет нашим судьей. Как же мы благодарим Бога за все это? Ибо это Он делает нас победоносными через Иисуса Христа, нашего Господа. Послание к Коринфянам. Во время работы помощником инженера, что в 30 милях восточнее Портланд в Орегоне, у Элчу было поручение наблюдать с подмостей, проведенных через дамбу на высоте 55 футов над водой, за произведением землемерной съемки для определения границ будущей лесопильни. Затем он представляет вот этот рассказ. Я вышел на подмостки, чтобы выровнять бревна, которые легли поперек и не поднимались по конвейеру. Неожиданно я оступился на подмостках и полетел вниз между балок в водоем глубиной около 10 футов. Инженер, сидевший в кабине локомотива, сгружавшего бревна в водоем, увидел, как я упал. Я угодил головой в первую перекладину на глубине 30 футов, а затем в другую, пока не упал в воду и не скрылся из виду. В это время на самой фабрике и около нее работало 70 человек. Фабрика была остановлена, и все имевшиеся в наличии люди, согласно их показаниям, были направлены на поиски моего тела. На поиски было затрачено от 45 минут до часу, пока меня, наконец, не отыскали. Я был мертв. Насколько это справедливо для этого мира. Но я был живым в другом мире. Там не существовало времени. За тот час жизни вне тела я узнал больше, чем за такой же срок в своем теле. Все, что я мог вспомнить, это падение с мостков. Инженер, находившийся в локомотиве, видел мое падение в воду. Дальше я понял, что стою у берега огромного огненного океана. Это оказалось тем самым, о чем говорит Библия в книге Откровения. Озеро, горящее огнем и серой. Это зрелище более ужасное, чем человек в силах представить себе. Это сторона последнего суда. Я помню это более ясно, чем любое другое событие, когда-либо происходившее со мной за всю мою жизнь. Каждую деталь каждого события, которое я наблюдал и которые произошли за этот час, когда меня не было в этом мире. Я стоял на некотором расстоянии от горящей, бурлящей и грохочущей массы голубого пламени. Всюду, насколько я мог окинуть взором, находилось это озеро. В нем никого не было. Я тоже не находился в нем. Я увидел людей, о которых мне было известно, что они умерли, когда мне было еще 13 лет. Один из них был мальчик, с которым я ходил в школу, и который умер от рака рта, начавшегося с инфекции зуба, когда он был еще совсем молодым парнем. Он был двумя годами старше меня. Мы узнали друг друга, хотя и не разговаривали. Те люди также выглядели, как будто сбитыми с толку и пребывали в глубокой задумчивости, как будто они не могли поверить тому, что видели. Выражение их лиц было чем-то средним между недоумением и смущением. Место, где все это происходило, было настолько потрясающим, что слова просто бессильны. Нет способа описать это, кроме как лишь сказать, что мы были тогда глазами свидетелей последнего суда. Оттуда невозможно ни убежать, ни выбраться. Даже нечего рассчитывать на это. Это тюрьма, избавиться от которой не может ни один, кроме как только с помощью божественного вмешательства. Я четко сказал себе, если бы я знал об этом раньше, то сделал бы что угодно, чтобы не потребовалось от меня, лишь бы избегнуть пребывания в подобном месте. Но я и не помышлял об этом. Когда эти мысли промелькнули в моем сознании, я увидел другого человека, проходящего перед нами. Я немедленно узнал его. У него было властное, доброе, выражающее сочувствие лицо, спокойный, бесстрашный владыка всего, что он видел. Это был сам Иисус. Великая надежда загорелась во мне, и я понял, что это великий и удивительный человек, который идет за мной в эту тюрьму гибели, за смущенным приговором суда душой, решить мою проблему. Я не делал ничего, чтобы привлечь его внимание, но лишь опять сказал про себя, если бы он только взглянул в мою сторону и увидел меня, он смог бы увести меня от этого места, потому что он должен знать, как быть. Он прошел мимо, и мне показалось, будто он и не обратил внимания на меня. Но перед тем, как он скрылся из виду, он повернул голову и посмотрел прямо на меня. Только это и все. Его взгляда было достаточно. В считанные секунды я снова оказался в своем теле. Это было похоже на то, как если бы я вошел через дверь дома. Я услышал голоса броков, люди, с которыми я жил, как они молились за несколько минут до того, как я открыл глаза и смог сказать что-нибудь. Я мог слышать и понимал, что происходило. Затем неожиданно жизнь вошла в мое тело. И я открыл глаза и заговорил с ними. Легко говорить и описывать то, что вы видели. Я знаю, что существует огненное озеро, потому что я видел его. Я знаю, что Иисус Христос вечно живой. Я видел его. Библия утверждает в Откровении. Я, Иоанн, был в духе в день воскресный. Я слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я, еснь, альфа и омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу. В числе многих других событий Иоанн видел суд. И он описывает его в Откровении в 20 главе. Так, как видел сам. В стихе 10 он говорит. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное. И снова в 21.8. Иоанн говорит об озере, горящем огнем и серою. Это то озеро, которое видел я. И я уверен в том, что когда исполнится этот срок, на суде каждое испорченное в этом мире создание будет ввержено в это озеро и навсегда будет истреблено. Я благодарен Богу за то, что есть люди, которые могут молиться. Это была миссис Брок, которая, я слышал, молилась за меня. Она говорила, о господи, не забирай Тома. Он не спас своей души. Вскоре я открыл глаза и спросил их, что произошло. Я не проиграл во времени. Меня куда-то уводили, и теперь я был опять на месте. Вскоре после этого прибыла карета скорой помощи, и я был доставлен в госпиталь милосердного самарянина в Портленде. Меня доставили туда как раз около 6 часов вечера в хирургическое отделение, где сшили мне скальп, наложив много швов. Меня оставили в блоке интенсивной терапии. На деле там было немного докторов, которые могли чем-нибудь помочь. Нужно было просто ждать и наблюдать. В течение этих четырех дней и ночей у меня было ощущение постоянного общения со Святым Духом. Я вновь пережил события своей прежней жизни и то, что увидал. Озеро из огня, Иисуса, пришедшего ко мне туда, своего дядю и того мальчика, с которым вместе я ходил в школу и свое возвращение к жизни. Присутствие Духа Божия ощущалось мной постоянно, и я много раз громко взывал к Господу. Затем я начал просить Бога, чтобы Он всецело располагал моей жизнью и чтобы Его воля была моей. Через некоторое время после этого, около девяти часов, Бог явил со мне свой голос. Голос Духа может быть вполне ясственным. Он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты рассказал миру то, что ты видел, и как ты вернулся к жизни». Другой пример касается пациентки, которая умирала от сердечного приступа. Она посещала церковь каждое воскресенье и считала себя обычной христианкой. Я помню, как началась одышка, а потом внезапный провал в памяти. Затем я поняла, что нахожусь вне своего тела. Дальше я помню, что попала в мрачную комнату, где в одном из окон я увидала огромного гиганта с ужасным лицом. Он наблюдал за мной. У подоконника сновали маленькие бесенята или карлики, которые, очевидно, были заодно с гигантом. Тот гигант поманил меня, чтобы я последовала за ним. Я не хотела идти, но подошла. Вокруг были тьма и мрак. Я могла слышать людей, стонущих повсюду рядом со мной. Я чувствовала двигающихся существ у своих ног. Как только мы прошли туннель или пещеру, существа стали еще отвратительнее. Я помню, что плакала. Потом по какой-то причине гигант небрежно повернулся ко мне и отослал назад. Я поняла, что меня пощадили. Я не знаю, почему. Затем я помню, как увидела себя опять на койке в госпитале. Доктор спросил меня, употребляла ли я наркотики. Мой рассказ, вероятно, звучал как горячечный бред. Я сказала ему, что у меня не было ни одной из этих привычек и что рассказ был подлинным. Это изменило всю мою жизнь. Описания того, как уводят или отсылают назад из духовного мира, очевидно, значительно расходятся в случаях неприятных ощущений, тогда как в случае хороших этих изображений производят впечатление однотипных повествований. У меня появились резкие боли в животе из-за воспаления поджелудочной железы. Мне давали лекарства для повышения давления, которое все время снижалось. И в результате этого я постепенно терял сознание. Я помню, как меня реанимировали. Я уходил через длинный туннель и удивлялся, почему я не касаюсь его ногами. У меня было впечатление, словно я плавал и удалялся очень быстро. По-моему, это было подземелье. Это могло быть и пещерой, но очень ужасной. Жуткие звуки раздавались в ней. Там был запах гниения, примерно такой же, как у больных раком. Все происходило как бы в замедленном движении. Мне не припомнить всего, что я там видел. Но некоторые злодеи были людьми лишь наполовину. Они передразнивали друг друга и говорили на языке, который я не мог понять. Вы спрашиваете меня, встречал ли я кого-нибудь из своих знакомых или видел ли я сияние света? Но ничего этого не было. Там был великодушный человек в сияющих белых ризах, который появился, когда я позвал его. «Иисусе, спаси меня!» Он взглянул на меня, и я почувствовал указание. «Живи иначе!» Я не помню, как оставил то место и как добрался обратно. Может быть, было еще что-то, я не помню. Может быть, я боюсь вспоминать. В последнем выпуске Чарльз Диккенс, рассказывающем о путешествии к различным мирам, Джордж Ритчей, доктор медицины, описывает свою смерть от крупонозной пневмонии в 1943 году в районе лагеря Барклей, штат Техас, в возрасте 20 лет. В своей превосходной книге «Возвращение из завтра» он описывает, как необъяснимо вернулся к жизни через 9 минут, но за это время он пережил целую жизнь, насыщенную событиями и печальными, и радостными. Он описывает путешествие со светлым существом, исполненным сиянием могущества, и отождествляет с Христом, который провел его через ряд миров. В этом рассказе мир проклятый находился на необозримой равнине, которая простиралась на поверхности земли, где порочные духи пребывали в непрестонной борьбе между собой. Схватившись в личном поединке, они избивали друг друга кулаками. Всюду половые извращения и безысходные вопли, и вызывающие отвращение мысли, исходящие от кого-либо, делались общим достоянием. Они не могли видеть доктора Ритча и фигуру Христа с ним. Внешний облик этих существ не вызывал ничего, кроме сострадания к несчастью, на которое эти люди обрекли сами себя.